Всем здорова друзья с вами варчик в этом видео мы с вами будем смотреть на мой замечательный бой На карте которую я не сильно люблю это линия зигфрида в этом бою я вначале поехал по старой памяти направо я там думал может кто-нибудь поедет упориться я от башенки в него постреляю но там есть такая возможность получить по голове от птшки которая будет стоять на холмике в кусту я туда подъехал замечательно засветился понял что сам ничего не вижу никто не упарывается думаю ну и делать там больше нечего смысл стоять светиться и заниматься ничем подъехал ближе к центру там из 3 стоит и стреляет от башни оказывается у него там есть кучка со всяким там мусором кирпич или что там короче у него есть рельеф от которого он играет от башни у меня нету ничего и корпус у моего польского 9 уровня не самая козырная фишка в танковании моя фишка в танковании это башня и тут я думаю ну все он кд надо отсюда валить потому что мне не нравится мне неприятно я куда-нибудь хочу в другое место еду еще дальше в следующем переулке настя любит играть от башни я думаю ага ясно значит тут просто шикарная позиция зачем мне изобретать велосипед я просто на ее позицию становлюсь арты нету и я на своем поляки играю от башни пользуюсь его самой крепкой частью танка тупо лицом башни танкую и у меня в оппонентах не самый умный ты 10 у него щучий нос он при этом он умудряется показывать мне щеку еще и под таким углом что мне в нее очень приятно стрелять если бы он хотел танковать своим щучьим носом именно в лт ему бы танк надо было бы вообще в другую сторону поворачивать чтобы угол был очень такой вот заостренный и снаряд просто рикошетил и отлетал но он поворачивает щеку ближе ко мне и мне в нее очень легко пробивать и и со временем он пошел еще дальше он еще сильнее танк повернул и уже чуть ли не жопой в проезд выехал и мне со временем даже получилось стрельнуть ему просто ровно в борт ну потому что ну т-10 рам будет как бог а потом они мне рассказывают т-10 не танкует т-10 говно т-10 это танк можно его назвать как жирная эстэшка у него брони немного но в принципе и на среднем танке можно танковать ты просто выставляешь свои гусеницы вдоль дома от которого ты танкуешь и показываешь просто вот край гусениц врагу он в них стрельнет он никогда в жизни тебе не нанесет урон потому что если за твоими гусеницами не видно корпуса а а только одни катки то там некуда наносить урон просто по гусенице снаряд пролетит и корпуса снаряд не найдет даже если у тебя нет брони то урон не нанесется не зацепив корпуса но любители танкования в игре world of tanks совершенно видимо последнее время разучились танковать и я все чаще и чаще вижу как чуваки из-за поворота выезжают такими интересными ромбами что просто не то что кровь взялась идет уже просто смеешься и думаешь блин чувак лучше вообще уже не выезжай ну его нафиг ну в принципе как оппонента 10 показал себя очень хорошо набил я на нем урона и этот такой вот начальный гандикап по урону дал мне возможность еще в этом бою настрелять столько что просто капец там еще истри проезжал мимо вообще там из какого-то гнезда вылез такой ваша бой идет и поехал куда-то там здрасте я из 3 куда-то там поперек поля поехал в непонятную сторону потом какой-то из м стоковый который пробивается просто в силуэт это вообще меня поразил его выезд из-за поворота когда он выехал а башню забыл повернуть что у тебя там на мышке батарейки сели или кошка провод перегрызла но фиг знает ну все случается что не заводи кошку тогда расстанки играешь цитата великих варчиков следующий объект 257 он вечно там на каком-то кд был ну такое вот и самое интересное что обычно почему мне не нравится линия зигфрида потому что бои на линии зигфрида обычно происходят совершенно противоположные тому который вы сейчас видите на экране это вообще невероятный бой потому что таких боев не бывает я не знаю как он получился все враги стоят и ждут когда я в них буду стрелять все обычно на линии зигфрида ты подъезжаешь под город поскольку город очень узкий а зелень состоит из одного куста и одного холмика то эту карту очень сложно играть что на зелени что в городе если ты лт у тебя есть выбор либо поджаться в никуда на зелени либо стать в один куст в который будут все блайндить и и рано или поздно убьют если ты тяжелый танк у тебя тоже выбора немного ты можешь на обум въехать в город и надеяться на свое мастерство плюс вбр плюс что враги тебя не задавят а союзники помогут столько невероятных надо совпадений чтобы сошлось и и ты либо въезжаешь в город и надеешься на все вышеперечисленное играя там и бодаясь со всеми просто от наглости и от своего умения либо ты как большинство становишься под город в начале и играешь уже от ситуации что там будет так и будет все в этом бою все происходило медленно пока я всех не перестреляю сам ничего не закончится обычно происходит так ты подъезжаешь под город либо на зелени поджимаясь под холмик либо в куст и все бой в принципе через минуту-две закончится почему потому что одна из команд каким-то чудесным образом во все дырки на всей карте умрет и и та команда которая не сдохла просто кучей поедет вперед и те единицы которые выжили будут задавлены буквально еще за пол минуты все бой закончен это очень такая вот узкая карта получается где все подъезжают под центр и одна из команд умудряется умирать везде а другая команда нет в этом же бою все подъехали по центр и аккуратно играли все играли аккуратно кроме меня я играл аккуратно но я еще урон наносил поэтому я настрелял восемь тысяч урона это вообще жесть причем я по своим ощущениям в этом бою играл очень легко мне этот бой дался просто ошибок особо жестких не было потому что меня никто не напрягал я выезжал и наносил урон когда хочу я на меня никто не упарывался на меня не давила куча танков меня не напрягала арта потому что ее не было все было идеально восемь тысяч урона на ровном месте таких боев не бывает на этой карте и это случилось со мной это вообще невероятный бой его надо записывать в книгу рекордов и нас этом витин вбр дал сбой срочно-срочно невероятная новость и так что мы имеем по итогу боя настя на топовая позиция для игры от башни отсутствие арты медленный бой на карте где обычно не медленные бои ну и польская девятка на которой очень хорошо танковать от башни у которой хорошее пробитие стандартным бб снарядом и крепкая башня что еще нужно для счастья в принципе ничего с вами был варчик играть красиво пока